Так, 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 Джеракс. Ага, Ноутейл. Ноутейл заберёт себе Варлока. Да, вот так вот. И Джеракс забирает Эмбер Спирита. Вот такие вот интересные дела у нас. Ноутейл на позиции суппорта, как в старые добрые времена в команде Фнатик, когда он, можно сказать, начинал свою карьеру в доте, придя из Хона. А она будет играть на Эмбер Спирите. Топсон на МК. В общем, OG явные фавориты против Кингуин, которые являются крепкой командой, но не более чем. Что по статистике? По статистике у нас, во-первых, это шестая серия на сегодня из 11, которые будут сыграны. Во-вторых, по статистике следующие вещи хочу сказать. Да, OG и Винден Рейн 3-0. Кингуин 1-1. Ну, пока неплохие шансы сохраняют. Всего одно поражение от Винден Рейн, если я правильно помню. И пока что Кингдра и Блингпул. Блингпул в составе Мадары Кейсера. Те самые. Это микс Мизери. Микс Мизери, который он стремится вывести в Наза Интернешнл. Итак, Манки Кинг. Кого соберутся поставить против Брудмазер? Наверное, МК, насколько я полагаю. Да, здесь Лансер от Кингуинов. Идет на центральную линию вместе с Личом. Также Варлок. Варлок и Манки Кинг. Манки Кинг в форме Курьера. Кейсер на Никс Ассасине. Никс идет вместе с Патасом на нижнюю линию. О Пангольере Патаса мы уже знаем достаточно много. Он уже не первый раз появляется. Как минимум второй. И видели вот эту суперзатяжную катку. Я надеюсь, что Кингуины смогли отдохнуть как следует, потому что соперник у них самый, что ни на есть, серьезный. Биг Дэдди Нотейл на Варлоке на верхней линии. И сюда же смещается Топсон. Топсон. Особое внимание делим ему. Джеракс на нижней линии вместе с Ликантропом от Себа. Два Курьера. Да, дают верхней линии. Хотя нет, здесь посмотрите-ка. Бруда против Варлока. Биг Дэдди забирает Баунти Руну. И заберет вторую Баунти Руну. Паттас забирает две. Два-два по Баунти Руну. Бруда, конечно, гипотетически могла поставить паутину, попробовать забрать Баунти Руну, но она подумала, что там Манки Кинг. А Манки Кинг, в свою очередь, берет и бодиблочит крипов. Да, Манки Кинг против Брудмазер. Вот такая линия сверху. На центральной линии Лич начинает с Фантом Лансером против Эмбер Спирита Атаны. Его сигнатурка. И Джеракса на Скайрос Мейджи. Притягивается сюда Варлок. Возможно, кинет подхилл. Трипла на центральной линии. Ну, что и говорить. Лансер, конечно, очень слаб против Эмбер Спирита. И здесь будет тяжело по игре. Ниша пытается как-то на лейнинг стадии. Но все, залетает в Джеракс. Это, в принципе, устраивает Ану. А на нижней линии Сэп против Пангольера и Кейсера. Кейсера на Никс Ассасири. Ну и Ликана вряд ли пробьют. Интересно, что сверху. Давайте обратим внимание. Все-таки сверху самое интересное у нас. Манки Кинг. Манки Кинг пока что 4-1 имеет. Набивает Джингу Мастери постоянно на бруде. И подставляться не хочется. Экзотик Диру. МК довольно-таки больно дерется. И хороший радиус у него для милишника. Очень сильно проседает Скаймак. Он, походу, пытается отдаться на крипах. Да. Скаймак отдается на крипах, чтобы быстрее оказаться дома. Так. Что мы видим? Кларити. Нуль талисман. Честно говоря, не обратил на начальный закуп внимания нас. Вчера Алоха учил, как правильно закупаться. Но здесь такой размен по ХП произошел, что, возможно, Скаймак потратил все свои фласки, все свои регены уже. Но его задачи выполнены. Главное, что Эмбер Спирит стоит. Правда, у Эмбера тоже некоторые проблемы. Возможно, сейчас Скаймак полетит к Эмбер Спириту, подвезет ему хил как можно быстрее. А тем временем Топсон набивает Джингу Мастери. Ну и как только он это делает, у Экзотик Диру начинаются проблемы. А делать это он будет постоянно. И, возможно, возьмет быстрый сапог, чтобы в груде было сложнее дочковаться. Крайне неприятная линия против Фантом Лансера. Скаймак, который конкасившотом подсвечивает настоящего Лансера. И Эмбер Спирит, который сам по себе, по игре очень-очень силен. Некоторые проблемы по ХП сейчас. Отходит она. Захиливается. Да, и Лисах не может сбить, несмотря на то, что в инвизе. Возможно, стоило занять более выгодную позицию и попытаться сбить стычкой с Ласком. Сэп на нижней линии. У Сэпа вторая пассивка уже есть. Поэтому Сэп будет абсолютно спокойно стоять против Пангалера. Посмотрите, какой разрыв от Топсона. 29 на 7 против Брудмазер, который идет 8 на 2. Ну, если честно, когда видишь такую Брудмазер, которая так сильно проиграла линию, да еще и нафидела, скорее всего, то понимаешь, что игра идет не по плану. Возьмем тех же Virtus.pro, которые часто любят играть с Брудой. Там, даже когда у Бруды вот такой вот хороший Крепстат, который больше, чем у любого другого героя, при этом она убивает всю карту, даже тогда возникают проблемы. Потому что герой, который должен тотально доминировать на линии из того, что мы о нем знаем. Но здесь 11-2, как эта Бруда будет себя показывать, честно говоря, просто не знаю. Очень тяжелое начало. Ну, возможно, очередная быстрая катка. Первая у нас была очень долгая. Так, продолжает Джеракс фидить на нейтральных Крепах. А, нет, на этот раз он отдается силам тьмы. Где-то здесь, за Тер-2. Отдает 126 золота. Очень странная ситуация. Ниша. Конкассив. Возможно, кстати говоря, все равно специально это сделал, для того, чтобы быстрее реснуться. Все-таки золота дал совсем мало. Не какому-то конкретному герою. А реснулся достаточно быстро. И вот, посмотрите, что делает. Просто на всю ману закидывает нишу. У ниши нету стика, поэтому... Даже никак в свою пользу не может это использовать. Все, Бруда ушла в лес. Бруда ушла в лес на такой ранней минуте. На четвертом уровне. Даже до четвертого уровня она ушла в лес. 42-14 Крепстат Топсона. В то время как у Ликантропа, другого героя из его команды, топовый Крепстат на карте, 22 крипа. Биг Дэди также отдается на нейтралах. Но здесь его преследовал Пингалер. Здесь, возможно, Биг Дэди отдался. Тем временем на центральной линии лесах забирает Джеракса. Идет преследование Аны. Ана. Последний удар. И Ана также погибает. Ниша остается на лоу-хп. Лесах оформляет дабл-кил. Лич-убийца. Ну, что-то закидывают у Джина центральной линии. Это, конечно, совсем не дело. И пятая минута сейчас будет подбор баунти-рун. Бруда уже выдвигается. Да, она, конечно, заберет баунти-руну, но и Манки Кинг заберет ее баунти-руну. Размен такой своеобразный. И все же три баунти-руны за Кингуэн. Ну, вот интересно, как будет с этим МК вообще хоть что-то делать. Потому что у него уже шестой уровень на пятой минуте. У него великолепный фарм. У него топовый нетворс должен быть. Да, у него 2700. У Ликантропа 2200. Хотя Ликантроп тоже в его команде. У Бруды вообще 2000. Это очень печальная история. Ну, и единственная положительная новость в том, что тотально залили центральную линию. И здесь хоть какие-то шансы появляются. Но у Ланцера все равно тяжелая жизнь. Он постоянно носит фласки. У него есть стик, но даже стик не помогает так хорошо от Skyros Major. Слишком много спама. Ниша еще раз забирает Джерекса. Но это лишнее. Это лишнее, господин Джерекс. Нужно играть поаккуратнее. Возможно, стоит вообще уйти с этой линии. И это будет полезнее, чем просто фидить. Бруда. Четвертый бандло-страйк. Поэтому... Ну, как мы знаем, у Пауков сейчас нет брони. У них есть резист. Но против физики... Бог ты мой! Что это было? Плюс 20 крипов для Манки Кинга с одного удара. Топсон. Как же его фидят? Бруда решает еще подочковаться с МК. Это ненормально. Это нечестно. Да нет, все честно. Все абсолютно честно. 75 крипстат на 6.30. Алоха, как тебе такое? 75 крипов на 6.30. Видел когда-нибудь? Жесть. Отборочный на The International. 80 крипов. Я не знаю. Я не знаю, как такой МК может проиграть эту игру. По-моему, это уже нереально. Сэм подкушивает нижнюю линию. Ну, давайте смотреть. Возможно, что-то получится здесь. Хотя, конечно... Я ставлю крипстаты для эпичности. Интересно, как быстро он набьет сотку. В свое время, я помню, засекал. У меня было такое... Ну, когда много игр, когда начинает скучно комментировать. Особенно, если это какие-то отборочные. Я засекал, как быстро зафармят 100 крипов. И рекорд долгое время держал Койква на Windranger, который 100 крипов, по-моему, на 10.00 зафармил. Там была какая-то тоже бешеная игра. Но у Манкет Кинга здесь есть все шансы побить этот рекорд. Причем очень серьезно. По-моему, сам Койква потом этот рекорд побивал. Но, кстати говоря, это было тоже в игре против Бруды. Ну, понятно, что тяжело поставить рекорд в какой-то другой игре. Джеракс находит его Брудмазер. Проедает паукани. Джеракс выигрывает максимум времени. Но здесь только надеяться на то, что у Бруды нету сетки. Ну, нет, сетка есть. И Бруда его забирает. Даже такая Бруда против Скаймага и Варлока очень неплоха. Именно с точки зрения того, что герои крайне слабые. В общем, сам Койква... Честно говоря, не помню, за сколько быстро он зафармил 100 крипов. Но, я помню, была долгое время игра, где на Шадоу Финде в легкой линии, стоя против Бруды, он зафармил 140 крипов за 10 минут. Но, опять же, это не без участия Бруды. Естественно, Бруда должна просто фидеть по кулдауну. В таком случае пауками. Тем временем, ниша. Не очень понятное нападение на Ану. Собирают нишу. Собирают также Джеракса. Джеракс откидывает своим Аркан болтом. И еще один фраг. Отличная игра от Аны. Он забирает даблкил. Он возвращает себе доминацию на миде. Ой-ой-ой, сейчас еще и крипы съедают. Здесь волк с доминатора и... Точнее, кентавр с доминатора и два волка. Ана уходит на лоу-хп. Бруда не успевает его добить. В этот момент Манки Кинг. 100 крипов. Ну, давай. 8.47. 100 крипов. Спушил тир-1. К нему вообще никто не приходит. У нас идет бесконечный замес на центральной линии. Ана возвращается. Въезжает в тир-1 вышку против четырех героев, против Пангольера. Здесь же был Сэп на Ликантропе. Но никто даже не пытается трогать Манки Кинга все это время. И у него уже фейзы. И практически доделана сабля на девятой минуте. Колоссальные тайминги. Вот за это, на самом деле, я люблю Европейский регион. Потому что здесь иногда случается, ну, что-то невероятное с точки зрения таймингов. Какие-то сигнатурки, подфиды. И вот вам, пожалуйста. Забавно будет, если этот МК еще и проиграет. Нападение на Фантом Лансера. Фантом Лансер до Денса Гейминг. Погибает. Джеракс забирает его. Чайник закидывает. Крипов. Ну, не самый лучший чайник. В итоге Ана выживает. Все выживают. Пато забирает Варлока. Конкассив шот в Элисаха. А Манки Кинг здесь. Манки Кинг. Бандла страйк. Пару ударов. Минус. Это первый фраг для Манки Кинга, как ни странно. И у него сабля появится через 200 золота. Ну, короче, на десятый. На десятый практически готово. Причем для Манки Кинга с такой ранней доминацией будет очень круто фармить иллюзии Лансера и Пауков. И он может еще быстрее, быстрее, быстрее развиваться. Более того, обычно... Обычно. Так, смотрим, здесь Лансер уходит. Обычно ты видишь МК и у него есть выбор. Либо качаться через бандла страйк и Джингумастеры ИБФ. Ну, то, что я обычно вижу в играх профессиональных игроков. Либо второй вариант. Это подмакшивать 3-дэнс для того, чтобы можно было прыгать и забирать крипов с нюка. При этом фарме саблю и какие-то другие артефакты. Но здесь мы видим, что 3-дэнс замакшен. Вообще уже десятый уровень. У него на два уровня больше, чем у Ликана. У Бруды на три уровня больше, чем у Лансера. У него 5800 нетворса. Бруду он опережает, ну, на добрых полторы тысячи. Сабля готова. Сабля на Манки Кинге на 10.50. Какая жесть. Я бы сказал, что больше мы Манки Кинга никогда не увидим. А Топсона... Да нет, это на самом деле герой, против которого можно играть. Это не имба. Да, используют и в финалах, и на мейджорах. Ну, по ситуации очень хороший персонаж. Но это не имба. Это герой, который имеет свои слабости. Просто здесь этих слабостей практически не видно. Прыгает. О, Кентавр. Дает стан. Великолепная игра. В итоге бан на страйк. Ниша чудом выживает. Чайник. Чайник очень не кстати летает здесь. Эмберспирит. Эмберспирит привозит чайник Топсону. Топсон может погибнуть. Топсон. Топсона забирают. Как это произошло? Но на самом деле здесь погибает вся команда. Патас. Патас должен уходить со свешбакла. Да, Патас уходит. Все отступают. Вот так вот. И такой Манки Кинг может нафидить. Смотрим Fight Recap. Видим, как он потерял 197 золота. Зато Ликантроп приобрел. Насколько я понимаю, Ликантроп с Доминатора переманил Кентавра, которого фармил Лансер. Дал стан. И за счет этого началась драка. Но МК, конечно, вот если говорить о его слабостях, стоит отметить, что этот герой очень боится магического урона на ранней стадии игры. И он полез в драку. Он получил наголу чайник. Более того, Ана вместо того, чтобы увести этот чайник подальше, привез его второй раз к Манки Кингу. Ну и можно сказать, что случилось такое подруинивание легкое. Манки Кинг в инвизе. Ультимейта, кстати говоря, все еще нет. Но зато 11 уровень. И делает Shadow Blade. Все равно начало слишком крутое. В любом случае. Пангольера забирают на нижней линии. Мне нужен чат. Я не могу. Я хочу видеть вашу реакцию на то, что происходит. Кстати, первый ультимейт в Манки Кинга. И забирают Эмбера. Удивительно, что Ниша его забрал один. Эмбер Спирит, кстати, будет играть через БФ. Вот так вот. Старая добрая сборка. Так, здесь Скайрас. Скайрас видит... Ай-яй-яй, попадает прямо по крапасу Скайрас Мэйдж. Получает ультимейт Лича. Забирают его. Здесь уже есть Сэп. Сэп. Стан Кентавра. Лич далековато пошел. Лича также удается забрать. Тем временем Биг Дэдди находит нишу. Ниша нажимает доппинггангер. Пытается забрать его, но Биг Дэдди улетает. Нет, он не нажимал доппинггангер. Он просто... Просто расплодился. 9-12 счет. Небольшое преимущество УДЖИ. Удивительно. И Манки Кинг уже не топ-1 по Нетворсу. Ну, вот Топсон налетает и забирает нишу. Сразу вырываясь опять куда-то в лидирующие позиции. 12-й уровень. Самое время брать второй ультимейт. Джингу Мастери не докачан. Ага, и делает Милл Штром. Это очень интересный артефакт для Манки Кинга. Интересно, как все это будет работать. Джингу Мастери, кстати, набил. И сейчас может пойти попробовать подраться. Давайте смотреть. Вот, 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 видят его. Никс Ассасин будет ли атаковать. Здесь же Пангольер успевает, успевает прыгнуть, успевает спрыгнуть. Да. Очень были близки к тому, чтобы его зацепить. Но на тоненького действует Топсон. На самом деле очень рискует. И что у него? Уже Мифрилхаммер? Да, Мифрилхаммер имеется. Не фортирует события УДЖИ. Вообще такая какая-то спокойная игра, несмотря на такое вот начало. И Бурда, которая вначале так сильно проигрывала МК, потихоньку досиживает до своего Рэддианса. На Рошана заходит Сэп. Решает его не забирать пока что. Или Сах. Ага. Вызывает Некрачей, снимает Вард. Возвращается в Рошпит. Да, и... Будет попытка забрать Рошана. Ну, почему бы и нет? Пауки тут развлекают. Да, не хочет давать Паукам ни единого шанса. Мембер Спирит. Один Паук остается где-то в текстуре. Но даже не собираются контестить этого Рошана. Рэддианс на Бруде только-только будет готов. Она еще максимально слабенькая. Довольно медленно забирает Сэп. Никто ему не помогает. Он здесь один. Топса. Нападение на Пауков. 180 крипов и МК. Довольно удивительно, что Бруда сама 138 при этом имеет. Думал, что отставания будет больше. Но все-таки МК сбавил обороты несколько. Видимо, довольствовался таким началом. И, в общем-то, решает, что... Два Скаут Шилда. Это, видимо, на начальной стадии. Какой-то свой собственный билд против Брудмазер. 112 крипов к 10-й, они сообщают. Но это даже близко не рекорд. Как бы у Койкова на ВР-ке еще в 2014-м было. Или в 2013-м. 114. Но только потому, что МК остановился. То есть, если бы Бруда продолжала, а у Койкова на СФ, где было 140 крипов, Бруда продолжала его фидить. И он бы стоял на линии. Было бы все лучше. Нападение на Ликантропа. Ликан скидывает в Варлок голем. Отличная атака на Ланцера. Ланцер погибает. Лич также отправляется в таверну. Чайник распределяется по крипам. Урона не так много. Пангольер катается. Уходится с Вэшбакла. Но это минус 2. Ликан идет дальше. А есть ли Пурдж? Пурдж сейчас будет. Должен кидать Пурдж. Пурдж не успевает кинуть. И уходит отсюда. Конкасик. Залетает. Бруда забирает Некрача. Ой-ой-ой, как же больно! Как же больно Никсу. В итоге Тобсон теряет всю ману. Тобсон очень битый. Тобсон! Что делает Тобсон? Тобсон просто фидит. На своем нереально расфиженном МК он забегает под тир 4. Он погибает. Здесь же Джеракс, которого также удается забрать. Сэп пытается сделать телепорт. Но Сэп уйдет. Мигдедди также отступает. Я замолву за тебя словечко. Что это было, господа? Тобсон. 2-2. Как можно играть 2-2 на Манки Кинге, у которого 200 крипов на 18-й минуте. Даже на 17.30. Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Но это сумбур. Это какой-то паблик самый настоящий. Конечно, это не очень похоже на то, что мы видели даже в СНГ. СНГ было гораздо, гораздо, гораздо более академичное. Академичное. Да. Тут, пожалуй, потому что я видел, Винд энд Рейн должны выигрывать эту квалификацию просто в одну калитку. Это должна быть легчайшая квала для Винд энд Рейн. Для Милана и компании. Она фармит БФ. Взял себе урон. Интересно, как будет дальше брать. Возьмет ли без промахов атаку и 2 заряда слэш и фист. Постоянные пинги идут. Никогда не забирают. У меня, знаете, я даже сейчас вот послушал. Специально помолчал некоторое время. Послушал. Так, тут еще и нападение. Ну топ. В общем, послушал, что происходит. И игроки так часто пингуют на мини-карту, что Дота иногда даже сама подмьючивает эти пинги. Я решил не оттягивать неизбежные. Да. Я решил не оттягивать неизбежные. Зачем фидить завтра, когда можно нафидить сегодня? И опять укингуем карту, которую они должны были уже проиграть. И они ее могут выиграть. Так, ну что, БФ готов. Доедалус. БФ доедалус. Старый добрый айтем билд на Эмбер Спирите. Который мы не видели уже очень-очень давно. В лесах. Отступает. Ниша отправляется фармить лес. Кейсар имеет форстаф. Это защита от Скаймага и его ультимейта для любого тиммейта. Кримсон Гард имеется против Лекантропа. По баунтирунам забрали 3 баунтируна кингуэн. Одна баунтируна достается команде OG. Аегис все еще есть у Себа. Я, если честно, даже забыл, что Рошан был убит и что Аегис имеется. Топсон. Топсон с молниями. Эмбер Спирит с ДД. Здесь же Кейсар. Кейсар понимает, что, скорее всего, там стоят варды. Видит Топсона. Топсон дает бандл страйк. Забирает порядка 10 пауков. Ну, на мой взгляд, пауков вообще уже не стоит куда-то пихать на линию. Да, за них дают не так много. Но когда он просто забирает с одного удара плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 10. Посмотрите, он фидит. Он фидит. Он умер три раза. Причем умер как, ну, просто... Я не знаю, как... Бездарн умер. Ну, бездарн умер абсолютно. Два раза так точно. Он просто вбежал под тир 4 и умер. И при этом у него все равно топ-4 Нетворс. Потому что продолжается под фид пауками. Но, хотя, конечно, должен был быть топ-1 Нетворс. И он, по-моему, должен был уже просто заканчивать эту игру. Ну, ничего. Ничего. Вообще, конечно, очень хочется, чтобы топсона за это наказали. За такую просто безалаберную игру. Экзотик дир нафидил. Но, честно говоря, к бруде у меня меньше вопросов. Потому что брудой банально сложнее играть. Особенно на такой линии. Ты один раз ошибся на долю секунды. Так, снизу у нас ниша забирает с помощью кейсера Эмберспирита. Эмберспириту будет очень не сладко, потому что постоянно Никс Ассасин его находит. Нажимает карапас, как только ты включаешь флэймгард. И все. А, тем более у Эмберспирита БФ. Здесь даже не обязательно дожидаться, когда Эмберспирит нажмет флэймгард. Потому что обычно опытные Эмберспириты этого не делают. Понимая, что Никс в команде соперника. Здесь можно просто встать под сплэш. Нажать карапас. И все. Опять очередной подфид от... Ну, вот видите, секундная расслабленность. Не увел пауков. Все. Ты нафидил. Манки Кинг врывается в топ в очередной раз. Будет забавно, если Кингвин эту игру выигрывает. Ну, это именно поэтому моя любимая команда. Потому что максимально непредсказуемые игры. Они могут залить в любой момент. Они могут выиграть в любой момент. Вот Кристалл Мэй сидел, говорил, это ГГ, это ГГ. Но на самом деле, не знаю, если он комментировал игры Кингвинов, он должен знать, что здесь случится может все что угодно. Как с одной, так и с другой стороны. Именно поэтому максимально интересно смотреть. Да, вот Эмберспирит уже боится подходить. Находят. Успевает прожать карапас с Тобсом. Но, скорее всего, заберут Никса Ассасина. Знают, что карапаса нет. Да, забирают его. Но это всего-навсего Никса. Манта Стайл для Фантом Лансера, чтобы скидывать Сиринг Чейнс. Вызывает максимум иллюзий. Бангл Страйк на кулдауне. Не успевает сбить МК. Так, вместо 75 урона с Джингу Мастери берет дальность полета 3Dance. Любитель полетать по деревьям, видимо. Ну и делает БКБ. Хотел сказать, что побольше выфармливают УДЖИ, но это не так. Очень много выфармливает Бруда. Нереально много. У нее уже топ-1 Нетворс. С ума сойти, да? Бруда, которая так нафидела в начале МК, в итоге выходит в топ-1 Нетворс. Я бы даже сказал, что сейчас она поярче смотрится, потому что БКБ у нее уже есть. А у МК все еще нет. Ну и, в принципе, Блатторн, Нулифайр. Артефакты, которые Бруде помогут справиться с любым персонажем здесь. Верхнюю башню сил света атакуются. Так. Эмбер Спирит. Привязывают Бруду. Бруда хладнокровно играет. У нее есть Блокинг Бар. Некуда лезть. В этот момент находят Никса. Но зацепить его не получается. Манки Кинг кастует свой ультимейт. Големов не скидывают. Нет, Манки Кинг тоже отменил ульту. Очень плохо прокатился Патос. Да, вообще ничего не сделал. Абсолютно. Ликан набегает. Сверхбакл. Неплохой шилдкрэш. Сейчас очень тяжело будет забрать Пангольера. Он после шилдкрэша ставит с ультимейт МК. Вообще ни в кого не попал Манки Кинг. Что же это происходит? Отличный подкоп от Никса Сассина. Бруда в БКБ вгрызается в Ликантропу, который уже закончился ультимейт. Ликантроп погибает. Боже мой, какая драка. В итоге отдали суппорта. Отдали все-таки Пангольера, которого смогли забрать. Но драка не закончена. Сайланс на Брудмазер. Брудмазер без БКБ. Брудмазер подставляется и погибает. Анна может идти до конца. Видит Никса Сассина. Привязывает его. Отличная игра от Анны. Карапас через секунду. Вендетта жив. Кейсер выживает. Ждем файт-рекап, если его еще не было. Да, вот он файт-рекап. Максимально полный. Манки Кинг. 2400 урона в драке. 3000 эмбер. Вот Анна как раз сыграл очень-очень хорошо. Ликан не сделал практически ничего. Бруда нанесла 3400. Ну, конечно, очень плохо прокатился Патас. То есть, несмотря на то, что Кейсер поднимает себя в Юл. Живет Кейсер. Но забирает одного Анны. Сейчас еще заберет второго. Есть уже Кристаллис. Свэшбакл никуда. Анна. Да, минус лишь. Анна забирает еще один фраг. Лансер уже здесь. Диффуз не дает Анне отступить. И Анна погибает. 559 золота получают за его кивинг-спри. Знаете, красавчик. Равный размен получился. Абсолютно равный размен получился между Кингом и OG по итогам этих драк. Учитывая, что Анна забрал в конце два фрага, но потом отдал серию. И отдал кучу золота. Мне очень не нравится, как играет Тобсон. Делает Сатаник. Делает... Сделал БКБ. Так, это очень криво поставил свой ультимейт. Причем, можно было бы подумать, что это ультимейт на отход. Так, сейчас попытка забрать Лансера. Лансер. Есть Дуппельгангер вообще-то. Да, просто уходит. Минус ультимейт. Ну и что? Вот что это было? Давайте подведем итог. Тобсон нажимает Блэк Кинг Бар. Тобсон нажимает ультимейт с большим кулдауном. Тобсон нападает на Лансера, который не тратил Дуппельгангер. Лансер просто выпрыгивает из поляны. У тебя нету БКБ, у тебя нету ультимейта. В этот момент появился Рошар. Ну, таким пиком, конечно, вряд ли этого Рошана сами заберут быстро. Хотя, знаете, почему бы и нет. Ну, Бруда доделывает Сэлланс, как мы видим. Лансер доделывает Тараску следующим артефактом. Хочет Тарасочку. У Пангольера есть Молнии. Молнии... Молнии это интересно. Интересно, против кого. Ну, вообще, в принципе, неплохие Молнии через Дживелин. Начало было хорошее. Кейсер. Форстаф. Контратака. Но это очень опасная контратака, потому что в спину заходят оппоненты. Нужно крутиться Кейсеру. Кейсер забрали Скайрос Мейджа. Кейсер все еще танкует. Нет ультимейта у МК. Его начинает грызть Брудмазер. Ликан съедает Лича. Бруда бежит за Топсоном до конца. У Топсона заканчивается БКБ. Топсон. Топсон погибает. Все, это минус Манки Кинг. Байбэк от Скайрос Мейджа. Лансер продолжает носиться. Отличный подкоп от Никса Ассасина. По Оликонтробу приходит Брудмазер. Сэп без маны. Сэпу очень больно. Сэп. Последние пару ударов. Сэп выживает. Экзотик Дир под Блэк Кинг Баром отступает. Эмбер Спирит идет до конца. Но Карапаса от Кейсера. Великолепная игра. Кейсера за это привязывают. Кейсера за это убьют. Минус. Fight Recap. Кто тащит в команде у Джиток, это Ана. Его Эмбер Спирит невероятно эффективен. И ловить его здесь очень и очень тяжело. Если Никс Ассасин его не поймал, то дальше опиши пропало. Ну, в принципе, равный размен. Отдали троих. Забрали троих. Байбэк на Скаймаге. Попытка напасть на Брудмазер. Эмбер Спирит. Чайные. Но Брудмазер слишком далеко уходит. У Брудмазера 3600. Надо бы потратить. Под фарм пауков. Дейдалус появляется у Эмбер Спирита. Это первый Дейдалус. Очень больный с упортом. Да, взял атаку без промахов. Минус лич. Хорошая игра у Аны и Джеракса. Готовит выход на Рошана. Сэп скаутит волками. Постоянный скаут. Лучками Брудмазер. Для того, чтобы понимать, забирает ли соперник Рошана или нет. Да, теперь иллюзии Лансера. Видишь, что соперник на Рошане. Но нету лича. Будут без лича атаковать или нет? Вот в чем вопрос. Вообще может вот этот парень закатиться. У него нету Блингдаггера. Но если он закатится, будет очень неприятно. Рошан почти упал. Да, да. Катится Ликантроп. Прожимает свой ультимейт. В итоге закатывается. Все. Ликантроп останется там. Нет, Ликантроп успевает в последний момент нажать БКБ. Уходит. Пангальер. Свэшбакл на хайграунд. Ниша прожимает манту. Нужно забирать Рошана. Стоит поляна. Манки Кинга забирают Рошана. Скаймакс заезжает. Куда заехал Скаймакс? Скаймакс погибает. Лансера привязали. Неплохо. Но Эмбер Спирит отдает Аегис. Очень быстро забрали его. Биг Дэди, но Тейл. Биг Дэди, но Тейл. 28 секунд до голема. Биг Дэди, но Тейл. Должен погибнуть. Нет. Иллюзия. 6 КП остается у Биг Дэди. Иллюзия убивает Тана. Подсейвил своего капитана. Или не знаю, кто у них. Кэп на самом деле. Но на синем слоте Биг Дэди. Возможно, что все-таки он. Fight Recup. Fight Recup говорит нам о том, что OG выиграли эту драку. Потому что Эмбер Спирита забрали. Но это был Аегис. 3 700 урона. Не хватило Блинк Даггера. Если бы туда ворвался, конечно, Пангольер. В этот Рошпит. И за Чин Лочал. За Чин Станил. Ликантропа. Было бы очень круто. Манки Кинг. Выходит на верхнюю линию. Есть Сиронка. БКБшечка. 7 секунд осталось. Делает себе Скаде. Да, выходит на верхнюю линию. Пока Лансера нет. Разводит его на байбэк. Ну, здесь, на самом деле, есть чем подефить. Вряд ли поведется. Хотя Ана на центральной линии. У Аны доедалось. Поэтому... Так. Бруда нажимает Блэкинг Бар. Вот так вот. Развели Бруду. Ликан нажал свой ультимейт. Ну и, пожалуй, нужно отступить. Все. Лантер выходит. Нужно отступить. Так и делают. Топсон. Покатились за Топсоном. Там Топсон спрыгивает. Перепрыгивает на другую. Ёлку. Нет, Топсона здесь не взять. Также Фантом Лансер бежит. Находит Скайрос Мейджа. Скайрос Мейджа забирают. У Скайрос Мейджа нету байбэка. 50 секунд без него. 30 минут. 30 минут безумия. Я бы сказал так. Давайте посмотрим за плеер перспектив Манки Кинга, так сказать. Деревья слишком высокие. Ладно. Задумка была очень плоха. Каюсь. Тем временем Голем залетает Брудмазер. Здесь была попытка напасть на кого-то. Манки Кинг. У Манки Кинга есть БКБ. Ультимейт. Можно попытаться подцепить. Леконтроп ультует. Нашли настоящего Фантом Лансера. Лансер. Есть Манта. Есть Доппельгангер. Нужно уходить. Должна начинать работать Тараско. Но Эмбер Спирит. Где Чины? Чины через секунду. Промазывает Чинами. И все-таки забирает до Эдалуса Ниша. Ниша отправляется в таверну. Очень плохая атака. Слишком сильно растянулись. И Лансер просто не живет. Даже с Тараской никакого... Никакого ХП ему не хватает, чтобы переживать Эмбер Спирита. А Эмбер Спирит делает Линкин Сферу. Для того, чтобы нельзя было его как-то засайдлансить. Против Брудмазер. Заходит по центральной линии ОГ. Минус 7 руки. Минус СР3. Пойдут ли дальше? 48 секунд без Лансера. Не знают, есть ли у него байбэк или нет, но могут проверить. Есть ли там Анки Кинга? Можно ставить ее прямо сюда. Вместо этого подкоп. Чайник. Чайник летит не туда. Сайланс. БКБ нажимает. Съедает сыр. Раскастовывает свою поляну, но ни в кого не попадает. Хотя Никс Ассасин получает много урона. Но Никс Ассасин также отходит. Брудмазер заканчивается БКБ. Мистик Флэр. Брудмазер хорошо отъедается, но не хватает. Одной груды мало. Можно выкупаться. Или отдавать Бараке? Или все-таки выкупится? Есть блингдагер у Пангольера. Ликан активирует форму. Очень тяжело проедать эти Бараки. Ого-е-е-е. Урон с Дейдауса от Эмбер Спирита. Эмбер Спирит. Минус Никс Ассасин. Остаются втроем. Никс Ассасин выкупается. Скоро появится Лансер. Бараки все еще живы. Сайланс на Никса. Манки Кинг возвращается. Никс еле живой. Эмбер Спирит. Нет, Никс выживает. Эмбер Спирит остается практически без маны. Возможно, стоило подумать о каком-нибудь диффузале. Потому что Эмберу, конечно, выжигать ману. Было бы очень приятно. Эмбер. Прыжок. И вот Лансер. Месть Лансера. Ана погибает. Ана отдает 500 золота. 500 отдает Скайрос Мейдж. Ниша зарабатывает 1100 золота за 2 фрага. Ничего себе. А самое главное, дамы и господа, что Милишный Барак выжил. И Милишный Барак регенится сам по себе. Даже без таланта Лича. Эта игра будет продолжаться долго. И не закончится никогда. Потому что Кингуин мастера задержанных каток. Попали. Попали по Топсону. По Манки Кингу. Хард Пирсер прокает. Но Топсон уходит. Да, с этим талантом его очень тяжело поймать, конечно. Видите, что творится. Прыжок. Так, Лекантроп. По голе за Элли Сахом. Нет. Понимает, что зря он это делает. В итоге Элли Сах зафармил Некрачей. Получил по лицу от Некрачей. Но плюс 400. Плюс 400 для Лича, у которого 2500 Нетворса. Это очень много. Ему чуть-чуть не хватает до 20... Ну, нет, не чуть-чуть не хватает до 20-го. Но скоро 20-й. Сэп. Сэп есть БКБ. Залетает Голем. Сэп прожимает Блокинг Вар. Но формы-то уже нет. В итоге Голем просто стоит. Сэп пытается сделать телепорт. Очень много урона в Сэпа. Он погибает. В этот момент Лича удается забрать. Но это всего-навсего саппорт Лич. Также уничтожают Варлока. Но это всего-навсего саппорт Варлок без Голема. Голема также уничтожают. Забирают 150 золота. Топсона. Топсона находит. Топсону нужно бежать. Топсон. Топсон спрыгивает с елки. Потому что ее могут подрубить. Топсон. Раскастовывает поляну. Но получает очень много урона. Палка. Топсон. Топсон. Эмбер Спирит прорывается. Топсон все еще жив. Топсон. Топсон забирает. Подходит Брудмазер. И забирает Эмбер Спирита. Нет. Фесты. Эмбер Спирит погибает. Минус 4. Учитывая. Скаймакс забирает 900 золота. Учитывая то, что Скаймакс забирает 900 золота. Это провальная драка для OG. Потому что. Для коров это золото было бы гораздо важнее. Хотя знаете. Скаймакс тоже доволен. Но... Кингуэн. Знаете. Файт Рикард говорит. Что Кингуэн даже каким-то образом. Проиграли эту драку. Но возможно здесь не все герои. Хотя я честно говоря не понимаю. Каким образом вообще такое возможно. 2 героя на 4. А ну да. Нам показывают смерти только этих героев. Конечно. Нам не показывают смерти основных персонажей. Почему-то. Видимо из-за того, что драка слишком сильно растянулась. Лансер делает Эбисол. Чтобы хоть как-то останавливать Ликана. Манки Кинга. Чтобы не давать ему кастовать свою поляну. Эмбер Спирита. Правда против Эмбера сложнее. Он сделал Линко. Мэднес Квалификации. Да уж. Господа. Как вы думаете. Кто же выиграет в этой игре? Легчайшее для кого это? Есть идеи вообще какие-нибудь? У меня нет. Я не имею ни малейшего понятия. Кто выиграет эту катку. Я слышу ульту для контрол. Находит Никса. Никс даже не подъюлил себя. Получил баш от Ликана. И умер. Бруда застревает. Нужно положить еще одну паутинку. Видит Варлока. Ну а что бы его не забрать? Нет. Даже не стал адриться Бруда на этого Варлока. Посчитал, что он вообще не нужен. Не интересен максимально. Так, ну и Ликантроп. Ликантроп имеет у нас 17 тысяч Нетворса. У Ликантропа все неплохо. Делает Хекс. Ликан. Понимая, что контроль очень нужен. Хотя, честно говоря, интересное решение. На мой взгляд, с контролем-то не все так плохо. Есть Селинг Чейнс. БКБ у Лансера все еще нет. Топсон, в свою очередь, пытается доделать скаде. Как же приятно фармить на Манке Кинге. Взял себе 400 урона Праймал Спринг. Ну да, это видно. С этим талантом очень приятно фармить вот такие вот пачки. Смотрим. Бах. Ну, правда, радиус. Радиус не такой большой, как хотелось бы. Идет Рошана Стояние. Рошан появится через минуту 17. 39-я минута игры. Разбит Смок. Пангольер уходит на блинке. Скаде появляется у Манки Кинга. Наконец-то. И следующим артефактом... Интересно, что он будет делать следующим артефактом. Да, Рошана. 49 секунд. И я думаю, что ни одна команда не захочет отдавать. Уж слишком приятно драться и тем, и другим на Рошане. Ну, и пауэрапы тоже очень ценные. Паттас. Кейсер в инвизе. А она. Паттаса. Паттаса могут зацепить. Паттаса цепляют. Сайланс. Но тут же его неплохо зацепили. Эмбер Спирита. Сайланс. Эмбер. Эмбер. Как же сильно съедают его. Эмбер Спирит погибает. Есть Байбек. Байбекается. Возвращается в драку. Поляна от Манки Кинга. Катается по ней Пангольер. Но в итоге Бруда погибает. Пангольер отправляется вслед за ней. Никс Ассасина также уничтожили. Ниша. Ниша фуловая отступает. Идет за ним до конца. Топсон. Манта стайл. Байбек от Паттаса. Ждем файт рекап. Был байбек от Эмбер Спирита. Но, по-моему, кроме Эмбера-то никого больше и не забрали. Да. Самый главный вопрос, что если Бруда сейчас выкупится, можно подраться на Рошане. Нету Голема, нету Поляны Манки Кинга. Не должны отдавать Рошана. Или что? Неужели отдадут? Но это странно. Бруда могла байбекнуться и попробовать. Все. Выключен Рейденс почему-то. Видимо, без ульта Пангольера не захотели лезть. Вообще, да. В Рушпите без ульта Пангольера теряют свою актуальность. Фантом Лансер берет талант на Доппельгангер, чтобы бесконечно прыгать. Теперь Доппельгангер откатывает каждые 3 секунды. С Баунтируной и Актарином там очень веселые вещи происходят. С Актарином получается у него там 2 с небольшим откат. А еще с... Ой, не с Баунтируной, а с Арканурной, конечно. Получается меньше 2 секунд. Просто каждые 1,5 секунды прыгает. 7 тысяч преимущества. 35-34. Ну, конечно, очень. Вот, вот. 2 заряда на Слэйдж офис. Наконец-то мы видим вот эту прокачку. Я еще ни разу не видел, что брали и левый талант на 20-м, и правый на 25-м. Обычно левый и левый, правый и правый, правый и левый. Ну, вот, наконец-то. Два удара, которые может сделать Эмбер Спирит, это очень жестко. Учитывая наличие иллюзий Ланцера, Пауко, пытаются поймать его, но отличная реакция от Ана. Ну, ходят. Не оставляя никаких шансов Никс Асассиу. Конкассер. Тем временем Ниша забирает Биг Дэдди, который загулял явно. Эмбер Спирит. Минус все иллюзии. Топсон. Доббельгангер. Еще раз цепляют. Манки Кинг. У Манки Кинга огромная поляна. И погибает. Ланцер Топсона порвляет даблкил. Скайросмейш раскастовывается. Ана уже здесь. Экзотик Дир. Еще одна поляна от Манки Кинга. Это был третий Рошан. Экзотик Дир успевает отступить. Ланцер байбекается. Размен 2 в 1. Патас покатился. В кого? В кого он будет цеплять? Куда-то запрыгивает. Запрыгивает в Себа. Погоня за Себом. Но Себа 650 мувспида. Его очень тяжело догнать. Продолжает скакать у нас Ана. Ана сбивает ему Линкенсферу. У него все еще есть Аегис. БКБ нажимает Топсон. Топсон уничтожает Нишу. У Ниши нету байбека. Ниша находит настоящего. Еще один Доббельгангер. Еще один удар. Эбисол погибает. 123 секунды без Фантом Лансера. Ана без маны. Ана использует фисты. Экзотик Дир без ХП. Но нажимается его ультимейт. Должен забрать Ану. Ана погибает первый раз. Но это только смерть под Аегис. Топсон также очень сильно проседает. Топсон съедает сыр. На этот раз Топсон сделал все очень неплохо. Но его все же забирают Ана. Остается после Аегиса Ана. Нету ремнантов. Ана погибает. Каким-то чудом удается отбиться. Тем временем Себ пытается со своими волками съесть верхнюю линию. Себа ловят. У него нет маны. И Себ тоже отсюда никуда не уйдет. Безумная-безумная драка. Мне кажется, это игра с самыми необычными талантами, которые берут игроки. Потому что берет минус 3 секунды на свэшбакл. Кулдаун свэшбакл становится 5 секунд. Обычно берут на Роллинг Тандер все-таки. Лансера нет 70 секунд. Но Эликонтропа не будет 70 секунд. Потеряли только рейнджовый барак. Выбили сыр. Аегис. Рефрешер шарт. Так. Брудмазер. Вынуждены скидывать голема. Но это уже минус Skyrsmash. Какая заливка может быть? Отдали гем. У Скаймага, конечно, есть байбэк. Еще и Варлока забирают. И голема он потратил. Ну, знаете, это очень неприятные новости. 20-й Варлок. Да. Никс, пожалуй, голема не пробьет. Лич. Ну вот с Пангальером повеселее. Минус голем. Второго тоже зафармили. В итоге от 7 тысяч преимущества. Вот просто ситуация до захода. Не было Тер-3 здесь. Не было... Был барак. Не было... Было Тер-3 сверху. В итоге за одну Тер-3, байбэк на лансере и еще одну его смерть и ранжовый барак, OG отдают 7 тысяч преимущества, рефрешер шарт, аегис и сыр. Ого, Хекс делает так же. Брудмазер. Уже готов Хекс. Хекс, Блатторн. Ну, нулифайр здесь в принципе не то чтобы не нужен, но как бы запрещать использовать какие-то шмотки не так круто в этой игре, учитывая, что можно просто захексить и не давать пользоваться вообще ничем. Тем более хекс нельзя снять, нулифайр можно. Лансер. Лансер доделывает Эльсу. И следующим артефактом появится Скаде. Безумная игра. Повторяю, уже не первый раз, но суммарно за две игры Кингуэн они подарили нам более 110 минут доты уже. То есть, короче, две игры длятся час. Ну, я уверен, что это не закончится за 10 минут ближайше. Хотя, кто знает, эта игра может кончиться в любую секунду. Надо написать в твиттер, наверное, что она не кончится никогда и обычно в таких случаях все работает. Ликан делает нулифайр. Ну вот, нулифайр как раз таки очень приятно против Бруды, у которой Хекс, Блатторн, БКБ. С пылой ей так не помогают. А вот против Лансера нулифайр не очень хороший артефакт. Он доппельгангером все снимает. И у него такой маленький кулдаун на этот доппельгангер. Скаймак без гема. Видит Никса. Никс пробегает под Сентрёй. Ну, знает, что там Сентряя, у него гем. И соперник знает, что у Никса гем. МК взял поляну, но это достаточно обычный талант. Неплохие гриты. Лансера связывают. Но еще один доппельгангер. Наворачивается Хекс на Эмберспирита. Форстафит его. Пошла поляна от МК. Нет, отменяет. Голем закидывается. Вот сейчас нужна поляна. Роллинг-Сандер не успевает прокатиться. В итоге Брудмазер погибает. Байбека нет. 100 секунд. Без Бруды. Смогут ли выстоять? Правда, потрачены голем, потрачена поляна. Как заходить дальше? Хотя без Брудмазера отбиваться очень тяжело. А, но с дабл-дэмэджем очень большой риск был идти. Вот как раз здесь нуле фаер бы помог поинтереснее, потому что сдиспелил бы это ДД. Просто берут осаду. Забирают всех хрипов на верхней линии. Нет, нет. Такое ощущение, что не могут продавить. Здесь просто безвыходная патовая ситуация. Патовая, абсолютно. Ты тратишь голема и поляну для того, чтобы убить героя. Но ты не можешь пойти дальше, потому что ты потратил голема и поляну. Пангольер. Ну, пангольера очень тяжело развалить. А вот МК развалиться может. Топсон. Заруинено. И еще и зацепили Скаймага. Скаймаг. Юл. Ой-ой-ой-ой-ой. В итоге отдают еще одного персонажа. Вместо того, чтобы отдавать столько лишь. За МК дали 800 золота. Вы видели это? Вы видели? Лич получает 1200. За два фрага Лич получает 1200 золота. Почему? Почему это так работает? Потому что у Лича был очень маленький Нетворс. Почему так много? Ну, наверное, да. Наверное, потому что у Лича был такой маленький Нетворс. Но 1200 золота, и он обгоняет Варлока. В итоге драку выиграли, казалось бы. Убили Бруду. Но отдача МК и Скаймага — это... Это факт, который все портит. Так, одну секунду. Кейсер. Пошел Роллинг Тандер. Я, правда, не вижу, где... А, вот он, вкатился. Цепляет Ликантропу. Минус Блокинг Вар. Чейс. Неплохо подстанели Ликану. Но что дальше? Ликана заканчивается БКБ. Ой-ой-ой-ой-ой. И она с критулечки убивает Эмбер Спирит. Никс Ассасина. Она идет дальше. Она очень опасен. Да. 450 и еще 370. Это сплэш с БФа и просто удар. В итоге буквально за одни фисты отваливается Никс Ассасин. Рошан есть. Роллинг Тандера нет. Кулдаун на уменьшение Роллинг Тандера не взят. Правда, скоро откатят. Нельзя отдавать Рошана. Второй раз могут не пережить шарт Аегис Сыр. Очень много ресурсов приходится тратить. Идут вместо этого на нижнюю линию. Здесь Эмбер Спирит. Ну, как его поймать? Делает Рапирос. Поймать Эмбер Спирита очень хочется. Реакция. Реакция Эмбер Спирита великолепна. Ну и заход на Рошана. Все здесь. Байбэк от Никс Ассасина. Подходят пучки. Роллинг Тандер уже имеется. Масса иллюзий. Пошла ульта от Ликантропа. Поляна. О, потратили все. И Ликан. Ликан побежал. Просто спейсит. Ликантроп сейчас. Роллинг Тандер. И вкатывается туда. Не успевает ничего прожать. Роллинг Тандер просто отличный. Дается палка Манки Кинга. Заканчивается его ульта. Подбирает Топса Наеги. Сана вынужден байбэк отца. Голубь из Скаймага залетает. Ничего не понятно. Какой-то ад происходит. С вэшбаком по всем. Лансер отступает. Бежит за Скаймагом. Находит Эмбер Спирита. Начинает бить его. Эмбер Спирит пытается раздать Лансеру. Лансеру главное не плодить. Слишком много иллюзий. Лансер уходит далеко. Нет, его настигает Эмбер Спирит. Лансер идет дальше. Лансера связывают. Лансер погибает. Байбэк имеется. У Топсона также есть байбэк. Его забрали дважды. Что с Сыром и Шардом? Важнейшие вопросы. Голем скидывает Варлок. Голема посмертно. Где Fight Recap, господа? Да. Вот, посмотрите на это. Убили Ану, он байбэкнулся. Убили Скаймага, видимо, он байбэкнулся. Убили Топсона дважды. Шард забрал Пангольер. И, судя по всему, еще раз покатился. А использования Сыра в этом файте я не вижу. Мы сейчас будем его искать. Но его нет. Возможно, где-то будет использован. Или лежит на Рошане. Нет, нет, нет. Такого не будет. Ну что, за Рошана подрались. Все павы-рапы моментально слили. Байбэки слили. Продолжаем играть. Ньёльнир на Пангольере. И делает себе Блэкдинг Бар. Рапира на Эмбер Спирите. С одной стороны сверхсильный артефакт. С другой стороны, если сейчас Эмбер Спирит погибнет и отдаст Рапиру, допустим, Пангольеру. Или Бруде. Это будет переворот в 12 тысяч Нетворса, как минимум. Заходит по верхней линии ОДЖИ. ОДЖИ все-таки играют первым номером. От них большинство агрессии идет. Исключение составляют Рошпит и Рошан. Когда он появляется, Кингуин, конечно, вынуждены навязывать драку. Просто так отдавать Рошана нельзя. Нужно выбивать из соперника ресурсы. ПАТОС. ПАТОС. Ниша отступает на базу. Возможно, что-то себе прикупит. Да нет, в принципе, денег на артефакты нет. Наверное, уже имеет смысл переключиться на Байбеке. Байбека нет у Варлока, у Эмбера. Ну, из ключевых героев, пожалуй, только у Эмбера нет Байбека. Для остальных это важно постольку-поскольку. Скаймаг. Удивлен, что нету Кайи у Скаймага так долго. И вообще, что ее нету. Аганим имеется. Ну, решает сделать Хекс. Ну, интересно, когда же у нас будет следующая драка. Если подумать, то, наверное, не раньше, чем откатят Байбеки. Вообще, если, конечно, играть на Верочку, то Эмбер Спириту нужно нафармить Байбек, Рапиру, положить еще одну Рапиру на фонтане, чтобы не бояться рисковать, отдать эту. Потому что, как ни крути, ему нужно драться постоянно, ему нужно вносить урон. Эмбер зачищает крипов. Эмбер дает еще одни фисты. Лансеру снимает треть хп, но Тараска. Тараска начинает работать, и Лансер восстанавливается. 273 гена в секунду. Баунти руна. Удивлен, что Варлок все еще не 25 уровня. Хотя талант давным-давно взят заветный. И аккуратненько просто обороняются Кенгуин. У них нету Байбека на Никсе, на Личе. Возможно, опасаются этого. Интересно, какой талант возьмет Лич. Все-таки, с одной стороны, реген для зданий хорош, но он хорош, если тебя взяли в осаду. С другой же стороны, все-таки Айс Армор, который будет замедлять настолько сильно Ликантропа и Манки Кинга. Это очень-очень круто. Манки Кингу неплохо было бы сменить Саблю в настолько жестком лейтгейме. Мне кажется, она дает уже не так много. Но он пока делает рефрешер. В принципе, не 6 слотов. Не 7 слотов, вернее. Можно. Просто потому, что он и так максимально быстро набивает себе стаки. С такой скоростью атаки. Там еще шард какой-нибудь съесть. Так, рейнджовый барак. Рейнджовый барак пал. Огромная армия Ликантропа. Манки Кинг выбирает позицию. Сверху Ана. Просто продолжается осада. Пока у кого-то не сдадут нервы. 57 минут. Ох, как же могут затянуться сегодняшние катки. Брудмазер, Кекс. Нападение. Очень быстро стирают Эмбера. У него нет байбека. Это один из двух коров без байбека. Так же ловит Ликантропа. Он успевает нажать БКБ. Прожимает БКБ. Но тут же получает Эмбисол. Сэп отправляется в таверну. Минус 2. Не могу сказать, что у кого-то сдали нервы. Скорее, расслабился Ана. И теперь самый важный момент. Знают ли Кингвин, что у него нет байбека. Если они считали, если они записывали тайминги, то они должны представлять, что еще 2 минуты. 2 минуты это много. 2 минуты. Этого им хватит, чтобы зайти, выбить байбек из Ликана. Во-первых. А, и это минус Рапира. Самое-то главное. Кто забрал Рапирос? Рапирос забирает Лансер. Тоже достойная цель. На иллюзиях, конечно, не работает. Но для самого Лансера это очень серьезный буст. Ну, давайте смотреть. Лансер. Огромное количество иллюзий. Это из-за таланта на Доппельгангер. Фортификейшн вынужден прожимать. Еще, еще, еще. И еще спамит Лансер. Тобсон влетает. Тобсон кастует свою поляну. Но все успевают из него выбежать. Остается только тонна иллюзий Лансера. Среди них нет настоящего. Арканруна у Лансера, судя по всему. Да, так и есть. Арканруна. Кулдаун на Доппельгангер. 2 и 1 секунда. Нападение на Себа. Себ. Без Блэк Кинг Бара. Себ попадает под Роллинг Тандер. Нажимает БКБ. Себ. Баффер. Минус Себ. Байбека у него нет. Манки Кинг раскастовывает еще одну поляну. Тобсон. Отхиливается. Неплохо. Много урона. Но Лансер продолжает прыгать. Лича удается съесть. Тобсон погибает. Погибает также Пангольер. 120 секунд без Пангольера. Байбек у него есть. Вообще надо байбекаться и заканчивать. Эмбер Спирит выйдет через 20. Нет, боятся. Но даже не знаю. Ликан это байбека нет. И знают об этом. Ликан потому что выкупался только что. Неужели так сильно боятся Эмбер Спирита? Учитывая, что у него нету рапиры. Он вообще не страшен теперь. И все же решают отступить. Решают не форсировать события. Возможно это ошибка. Мы конечно посмотрим как в итоге сложится эта игра. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. И это был бы минорный риск. Зайти вчетвером без Лича. Но пока соперник без Ликантропа. С другой стороны возможно они просто ждут Рошана. И пойдут после того как заберут все пауэрапы. Тогда это грамотное решение. На все 100%. Скайрос Мейдж играет очень самоотверженно я бы сказал. Никс Ассасин с Блинк Даггером. Крапас. Ну собственно говоря вот примерно это и может происходить. Да, Никс Ассасина удается остановить. Но Скаймак погибает. Теряет гем. Эмбер Спирит летит на центральную линию. Что Эмбер Спирит решает подраться. Два раза бьет с фистов. И тут же отходит. Возможно это была какая-то попытка засейвить гем. Но Эмбер Спирит очень сильно рисковал. В итоге Рошан. Ниша заходит в Рошпит. Байбэк от Скайрос Мейджа. Выходит Ликантроп. Очередное Рошано-стояние. По байбэкам у Рэдианс только один на Варлоке. У Дайр есть пять. По-хорошему Дайр нужно подраться. Сделать пять байбэков. И закончить эту игру. Если они хорошо подерутся, то они просто выиграют. Главное не отдать Рошана. А они могут отдать Рошана прямо сейчас. Нельзя. Нельзя отдавать Рошана. У Рошана остается половина ХП. Где же Пангольер? Пангольер далековато. Да, Пангольер очень далеко. Ставится поляна. Рошан еще половина ХП. Пангольер. Пангольер уже здесь. Пангольер покатился. Закатывается. Нажимается блокинг бар. Очень больно Патасу. Патас. Патас еле живой уходит. Отсюда. Поляны нет. Поляны нет. Но Сэп тем временем съедает Элли Саха. Элли Сах выкупается. Врыв. Никс Ассасин погибает. Никс Ассасин пытался что-то сворачивать. Кто забирает Аегис? Ана подбирает Аегис. Что по остальным поварапам? Ана продолжает летать здесь. Топсон забирает Рапиру. Лансера убили. Топсон подбирает Рапиру. Я просто не понимаю, что происходит в этой игре. Какой-то нереальный сумбур. Три байбэка потрачено. В итоге Ана с Аегисом. Топсон с Рапирой. И у него 20 секунд до рефрешера. Шарт у Варлока. Ну, все меняется. Во-первых, отдали Рапиру. Во-вторых, отдали все поварапы. И не выбили вообще ничего. И сейчас вперед должны идти Рэддент. Они, конечно, могут подождать байбэков. Но нету байбэков у тебя. Нету байбэков у соперника. Но у тебя сейчас два рефрешера. У тебя сейчас Рапира, который удалось вернуть. Рапира для Манки Кинга. Это очень-очень круто. Хекс. Проход через препятствие берет Кейсер. Да, Кейсер, конечно, развалился там буквально за один бандло-страйк. Манки Кинга. Шива появляется у Пангольера. Еще прочнее становится. Но вообще, конечно, ультимейт — это хорошая защита от магии. Но против поляны Манки Кинга ультимейт работает так себе. Не хватает явно Пангольеру прочности. Его просто уничтожают макаки. Никс забирает реген. Идет под пуш сверху. Ну что, собираются. Я не исключаю возможности, что сейчас просто OG ждут, когда у них у самих откатят хотя бы часть байбэков. Но на самом деле байбэки будут откатывать еще очень-очень долго. Эмберу чуть-чуть подфармить, и будет нормально. Заходит Эмберс ДД. Врывается Манки Кинг. Бандлэ Страйк по двоим. Отличный врыв от МК. Он сейчас просто отзонит всех. Он еще и убивает Лича, у которого нет байбэка. 4 на 5. Эту драку выиграть будет очень тяжело. Еще один Бандлэ Страйк. В итоге забирают Лансера после байбэка. Но, пожалуй, что это конечная. Вторая поляна Манки Кинга до самого фонтана соперника. Эмбер Спирит делает даблкил. Даблкил также делает Топсон. Гудгейм. 63 минуты. До этого, напомню, было 70+. В итоге победа команды OG. И OG выходит на первое место в турнирной таблице 4-0. Просто нереальнейшая катка. Давайте посмотрим. Графики на ваших экранах. Вот они, рапиры. Собственно, дали рапиру. Потеряли рапиру. Я не знаю, что здесь выделить. 63 тысячи урона от Анна. Анна просто красавчик. Экзотик Дир. Ну, вообще, игра должна была заканчиваться победой OG гораздо раньше. Но они устроили невероятный фитфест в самом начале. И то, как отставил линию Топсон. Сначала забрал себе 70 крипов за 6 минут, а потом просто несколько раз слился. Да, с такой игрой OG будут колоссальные проблемы дальше с более серьезными соперниками. Но, возможно, более серьезных соперников вовсе нет. Так, давайте посмотрим на расписание, что у нас будет следующей игрой. Это Wind&Rain против Микса Мизери. Вот оно, что. Ну, что ж, фавориты против аутсайдеров. Должна быть легкая катка. Возможно, не на 100 минут. Но нельзя исключать ничего. Так, Wind&Rain против BlinkPool. Субтитры создавал DimaTorzok